всем привет немножко такой экстренный выпуск хотел сказать я что не очень я люблю точнее даже очень не люблю когда меня подводит кто-то или что-то особенно если это оборудование особенно если она куплена за мои личные деньги и у тех фирм которых я на самом деле которым я доверяю и от которых я никогда не ожидал такого подвоха это он штиль sg 51 на самом деле произошел такая ситуация что я решил один из объектов сделать все как полагается по нормам и получается захотел я поработать не каким не сам объекты хотел на нем видео заснять но такой получается был объект что мне все равно там скорее всего не разрешили бы снимать нельзя было бы это выкладывать сеть но этот объект находился рядышком находился на следующем этаже жилое помещение и поэтому я не хотел конечно делать не бензиновым обрыскивателем ни в коем случае это нельзя было делать и не хотел делать туманом потому что очень много щелей которые проходили к соседям вдоль труб и прочее людям которые там живут и поэтому я решил сделать это вот этим опрыскивателем я конечно как я уже показывал вам про трубочку немножко тут скалхозил сделал такое переходничок и решил им обработать опрыскивателем его сейчас видно да за мной красно вот и что же получилось я пришел на обработку буквально причем было тепло он у меня был специально в машине прогреты около часу стоял было все тепло я чуть-чуть задел и сломалась вам видно нет сейчас как она ломается прекрасно вот смотрите маленький отрезочек сантиметров 15 буквально сейчас в чем было тепло он был в машине об сломался вот сантиметров меньше десяти наверно отрезочек оп ломается причем заметьте в одну сторону я стал его сгибать он крепенько был другую чуть-чуть задел он сломался потому что очень много пор внутри и поры распределены неравномерно вот здесь пор практически нет с одной стороны с другой пор очень много как штиль как можно вот на такие кусочки голыми руками не геракула обычному человеку легко переломить ваши трубочки это просто какая-то подстава и на самом деле мне пришлось в итоге обрабатывать вот этим вот кусочком я был весь практически в инсектициде всего меня опрыскал а ладно что я был в очках и прочее но я сказать честно это достаточно сильно меня это оборудование подвело и подставила ну что же мы все равно будем оптимистами зато заметьте теперь как легко удобно прятать сюда ручку она не торчит уже меньше шансов сломается но в целом сам этот опрыскиватель мне очень все равно нравится и удобно накачивать и удобно с ним ходить и дизайн его очень нравится и давление и саму струю сам распыл он делает просто классно вообще на самом деле супер даже вот с этим обрубочком он вот этим пыли облаком из пыли такой влажного доставал до потолков в целом вообще все классно кроме кроме вот этой трубочки или я бы даже сказал этой подставы по-настоящему поэтому в бой не идите с таким оборудованием вот именно с этой трубочкой как бы в целом наверное больше не особо нечего сказать и это видео обязательно пошлю штиль пусть они это посмотрят и пусть они как-то на это отреагируют ребята не те кто там менеджеры сидят а именно те кто занимается производством разработками их что-то срочно делайте это не дело и как я уже сказал несколько из моих знакомых у них тоже самое случилось в предыдущем видео в это все видите поэтому давайте будем работать над качеством не только мы компания мир дес но и производители оборудования которым пользуются можно сказать по всей россии по всему миру дмитрий компания мир дес а а Продолжение следует...